Время проверить здоровье. МСЧ-135 выводит диспансеризацию на новый уровень. Многие хронические неинфекционные заболевания протекают длительное время бессимптомно. И в итоге приводят к инвалидизации и преждевременной смертности. В Дорогобужском районе задержан подозреваемый в совершении грабежа. Следователем межмуниципального отдела МВД России Дорогобужский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренной частью 2 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации о грабеже. В экспедицию на Северный полюс отправится школьница из Десногорска. Я, конечно же, готова и я очень-очень жду, мне безумно интересно, что вообще меня ждет. Понимая, что поеду на Северный полюс с известными людьми, я не могу дождаться этого момента. А теперь об этих и других новостях подробнее. Завод, производящий упаковочную пленку, переносит производство из Твери в Смоленскую область. Реализацию инвестиционного проекта на территории региона губернатор Алексей Островский обсудил в ходе рабочей встречи с учредителем компании Дмитрием Жарским. Предприятие специализируется на выпуске стренч-пленки, которая используется для транспортной упаковки грузов. Продукция предприятия поставляется в федеральные торговые сети. Областные власти оказали содействие в предоставлении предприятию дополнительных электрических мощностей по льготным тарифам, что позволило компании модернизировать существующие линии и запустить в производство новое оборудование. В мае этого года вступил в силу приказ Министерства здравоохранения России об изменении порядка проведения профосмотров и диспансеризации населения. Если раньше она проводилась раз в три года, то по новым правилам такая периодичность будет сохранена только для молодых людей в возрасте от 18 до 39 лет. Начиная с 40, люди должны проходить диспансеризацию каждый год. В медико-санитарной части Десногорска нам рассказали о всех тонкостях прохождения процедуры. Диспансеризация – дело добровольное и проводится совершенно бесплатно. На сегодняшний день в медсанчасти Десногорска эту процедуру прошли 1400 человек, и 700 побывали на профилактическом осмотре. Процедура всегда проходит в несколько этапов – анкетирование, сдача анализов, ЭКГ и прохождение других исследований. Заключение состояния здоровья, как правило, составляет терапевт. Если у пациента есть отклонение от нормы в результатах исследований или видимые признаки заболевания, его направляют к узкому специалисту. Зачастую именно этот этап помогает предотвратить развитие серьезной болезни. Многие хронические неинфекционные заболевания протекают длительное время бессимптомно, скрытно. И в итоге приводят к инвалидизации и преждевременной смертности. Диспансеризация взрослого населения призвана выявлять хронические неинфекционные заболевания на ранних стадиях. Программы диспансеризации дифференцированы и зависят от пола и возраста. То есть в разновозрастной категории объем обследования будет отличаться. Также в объем диспансеризации входит онкоскрининг. То есть это лабораторные инструментальные методы исследования, которые позволяют выявить онкологическое заболевание на ранней стадии. В МСЧ-135 созданы все условия для комфортного прохождения диспансеризации. Это прекрасно оборудованная современная регистратура, два процедурных кабинета, рентген-отделение и отделение функциональной диагностики. В рамках проекта «Бережливая поликлиника» в учреждение поступило современное оборудование, клиника-диагностическую лабораторию. В настоящее время мы ожидаем поступления нового оборудования. Гематологический анализатор, который важен для диспансеризации населения. Это автоматический анализатор мочи, это иммуноферментный анализатор, анализатор электролитов в крови. Для функциональной диагностики в настоящее время ожидается поставка электрокардиографов, нового холтеровского оборудования для холтеровского монетарирования, аудиометра и нового оборудования для определения функции внешнего дыхания. Кроме того, ожидаем поступления оборудования для офтальмологического кабинета. Диспансеризация – мероприятие однодневное. Пациенту не требуется посещать поликлинику несколько раз. Согласно Трудовому кодексу, работающие граждане по согласованию с работодателем имеют право на один оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации. Пройти процедуру можно в будни с 8 утра до 8 вечера. Сейчас для удобства прохождения диспансеризации нами созданы дополнительные условия, привлекаются дополнительные кадры врачей, фельдшеров. Кроме того, в настоящее время уже организована работа кабинетов в субботние дни, поэтому приглашаем жителей Дисногорска пройти диспансеризацию. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. Смоленский ветеран Великой Отечественной войны принял поздравления первых лиц области. 98 лет отметил Иван Соколов. С праздником почетного гражданина из Вязьмы поздравили не только родные и близкие. На торжество к фронтовику приехал губернатор Смоленской области Алексей Островский и председатель регионального парламента Игорь Ляхов. Губернатор лично поздравил ветерана и вручил ему подарок. Иван Соколов родился в 1921 году в деревне Лебедево Вяземского района. Военную службу начал в октябре 1940 года рядовым в полковой школе связи в Выборге. Отсюда и ушел на фронт в 1941. Именно в Ленинграде Иван Васильевич получил свое первое ранение и первую награду – медаль за боевые заслуги, за то, что под вражеским обстрелом восстановил поврежденную линию связи. День победы фронтовик встретил в Праге. После окончания войны он остался служить в армии и был демобилизован в звании капитана в 1956 году. Несмотря на свой преклонный возраст, Иван Васильевич ведет активный образ жизни. Состоит в местной ветеранской организации, любит баню, выходит на прогулки, общается со школьниками и студентами. В поселке Верхнеднепровский мужчина ограбил и избил своего знакомого. В ходе проведения проверки полицейские установили обстоятельства произошедшего. Подробности в сюжете. В больницу доставили жителя поселка с телесными повреждениями. Потерпевший был в гостях у знакомого и вместе с ним выпивал. В ходе застолья между мужчинами произошел конфликт. Хозяин квартиры ударил гостя несколько раз в плечо, а потом похитил у него золотые украшения на сумму свыше 20 тысяч рублей, после чего скрылся. Скорую потерпевшему вызвали жильцы дома. Стражи порядка задержали ранее судимого 29-летнего мужчину на одной из улиц поселка. В содеянном задержанный признался. Свой поступок он объяснил сильным алкогольным опьянением. Следователем межмуниципального отдела МВД России Дорогобужский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренной частью 2 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Подозреваемый заключен под стражу. За совершение грабежа с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, преступнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Виталий Волков, Александр Ерофеев, Десна ТВ Смоленское колесо обозрения станет одним из самых высоких в стране. Оно может войти в топ-5 самых больших в Центральном федеральном округе. Аттракцион посоревнуется в обзорности с таким же по высоте Владимирским. Самое большое колесо страны находится в Сочи, в Лазаревском. Его высота 85 метров. А в Центральном федеральном округе топ открывает аттракцион в Москве 73 метра. Затем идет Ярославль 65, а Владимир и Смоленск разделяют отметку в 50 метров. Однако окончательная высота аттракциона в городе пока не определена, ведь карусель находится на этапе строительства. Уже установлена основная ось и к ней закрепляются спицы. Известно, что колесо будет иметь подсветку, но какую именно, пока не раскрывается. Все подробности будут известны 14 августа, когда объект будет сдан в эксплуатацию. С 13 по 22 августа экипаж атомного ледокола «50 лет победы» обеспечит проведение тематического рейса на Северный полюс, посвященный 60-летию атомного ледокольного флота России. Наш город в этом захватывающем событии будет представлять ученица школы номер 3 Ксения Мишкина. Своими ожиданиями о предстоящей поездке она поделилась с нашей съемочной группой. В рамках проекта школы «Росатома» были организованы мероприятия для школьников, в которых Ксения приняла активное участие. Все победы и заслуги девочки были отмечены руководителями госкорпорации «Росатом». Благодаря этому она стала обладательницей счастливого билета на увлекательное путешествие к далекому Северному полюсу. Начиная с начальной школы я участвовала во множестве конкурсов. С пятого класса я участвовала в метапредметной олимпиаде. В этом году наша команда заняла первое место. Мы отправились в город Трехгорный защищать честь Десногорска. Там же я приняла участие в уже организуемом именно в Трехгорном конкурсе сочинении САИА-2.0. Стала призером. Это, наверное, эйфория. Вообще не понимала и даже сейчас не осознаю, что я поеду к вершине вообще планеты. Это звучит как что-то из раздела фантастики. Даже сейчас не верится. Заместитель главы Десногорска Александр Новиков лично поблагодарил Ксению за активность и вручил ей флаг города для последующей его установки на месте прибытия экспедиции. Надеюсь, что это... Уверен, что это не последняя победа твоя. И дальше будешь принимать участие, дальше будешь побеждать. Вместе с остальными участниками рейса, среди которых будут опытные педагоги школы Росатома, девочка узнает об истории атомного флота, о нужных на ледоколе профессиях, о проблемах сохранения Арктики. Сама Ксения отмечает, что полностью готова для очевидно нелёгкой, но интересной поездки. Я, конечно же, готова и я очень-очень жду, мне безумно интересно, что вообще меня ждёт. Понимая, что поеду на Северный полю с известными людьми, я не могу дождаться этого момента. И вот. На борту ледокола будут организованы образовательные и игровые мероприятия. А основной задачей творческой группы экипажа станет создание флешмоба, который будет реализован на вершине планеты. Виталий Волков, Андрей Прохоров, Тесна ТВ. В областном центре чествовали лучших спортсменов Смоленщины. Как сообщили на заседании «Спортактива региона», более 70 профессиональных спортсменов области входят в составы сборных команд страны. Только за последний год подготовлено 40 мастеров спорта России и 3 мастера спорта международного класса. Самым ярким представителем спортивной Смоленщины за высокие результаты на всероссийских и международных соревнованиях вручили ведомственные награды Минспорта России и благодарственные письма губернатора. Награды получили и призеры областного конкурса на лучшую организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. На сегодня это все новости. Больше интересного на нашем сайте desnadefistv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. С вами был Виталий Волков. Увидимся!